Привет, с вами Кирилл Плешаков и это процесс создания красного треугольника. В этом видео вы узнаете, как мы делали многие визуальные эффекты и как мы делали некоторые практические эффекты для видео. Например, мы использовали самодельный стабилизатор, чтобы получить эффект долли-зума, который вы видите тогда, когда камера движется вперед и зумит назад, или наоборот. Так что если у вас были сомнения, можно ли сделать этот эффект при помощи самодельного стабилизатора, то я вам их развеял. Также в видео присутствует очень много простых в понимании, но долгих в создании визуальных эффектов, про которые мне не стоит рассказывать, так как вы можете понять их, просто нажав на первую ссылку на странице поисковика. Я лучше расскажу вам через буквально минуту, как я создавал финальную сцену, так как она интересно отличается от других композиций своей композицией. Продолжение следует... Вот она финальная сцена, как и обещал, я сейчас расскажу, что в ней такого особенного. Как вы видите, за окнами полностью изменено окружение с помощью ротоскопов и лунных ключей, лумакингом. Как вы можете заметить, наш герой не всегда смотрит на окна, и это неспроста, потому что когда он отвлекается и в кадр его GoPro не попадают окна, я могу разорвать моушн-трекинг на несколько частей. В некоторых случаях могу полностью трачить трехмерное свободное движение камеры, что сложно, или могу трачить просто nodal pump, то есть поворачивание камеры, когда камера только поворачивается, а не двигается в пространстве. Нету параллакса когда. Это не главная композиция, это композиция, в которой происходила основная работа. Работал я на своем небольшом ноутбуке с процессором i7. В принципе, это тот компьютер, на котором я все вообще делаю для SICK Imagination Pictures. Здесь мы можем сразу заметить, что в композиции несколько камер. То есть моушн-трекинг разделен на несколько частей. Где-то я проводил двухмерный трекинг, где невозможно было затрачить камеру, где-то трехмерный, где-то трехмерный nodal pana tracking, где-то трехмерный трекинг свободного полета камеры. То есть, если, например, мы зайдем вот в эту композицию, мы увидим, значит, солиды, которые были использованы для вырезания окон вот этой вот стены, для которой использовался трак первой камеры. Тут есть, значит, ключ лунный, который вырезает светлые участки видео, который упрощает мне ротасков в будущем. И сам ротоскоп. Значит, несмотря на то, что все привязано к трехмерному трекингу, все равно у меня много работы, так как, значит, такие сложные движения просто невозможно очень довольно точно затрачить. Не только движения, но и как бы сама геометрия, она очень сложная. Тут нельзя, например, привязать солид именно к участку окна, который надо вырезать. То есть, ты его привяжешь либо к наружной стороне окна, либо как-нибудь криво привяжешь от наружной к внутренней, и у тебя получится каша. Так что приходится привязывать лучшим образом, каким можно привязать, и это самое делать ротоскоп с моушн-блюром. Учитывая моушн-блюр, то есть, когда вы делаете моушн-блюром, вам нужно всегда смотреть, чтобы вот это вот размытие, оно покрывало именно ту часть, которую вы хотите покрыть. То есть, вам даже не нужно смотреть, считайте, на маски, вам нужно смотреть на вот эти вот разноцветные участки, которые они выделяют. Делайте прозрачность на 50% и ротоскопите ими. Но лучше избегать моушн-блюра, тогда все намного проще. Так что лучше думайте изначально, а потом это самое уже творите так, чтобы вам было несложно, что называется. И если мы посмотрим на вот эту вот композицию, то здесь, например, не надо было делать трехмерный трекинг полный. То есть, не надо было делать полное решение летающей в пространстве камеры, нужно было делать только поворот. Вот, поэтому здесь все затрачивалось проще. На один солид всего лишь, не, на два, обманывая вас, другой в другой композиции находится. И это самое. Тут предстояла более простая работа, но все же сложная. В некоторых местах мне не надо было делать, значит, ротоскоп, надо было делать только ключ относительно светлых участков, светлости и темности. Ну, тут тоже ротоскоп, как видите. Вот. Всего у меня получилось раз, два, три, четыре, пять камер, между которыми находятся еще, значит, траки двухмерные. То есть, в некоторых случаях камеру просто невозможно было затрачить и приходилось либо мануально, ну, то есть, анимировать самому камеру или объект, которому привязывать остальные объекты. Таким образом, продолжая motion tracking, не давая ему закончиться. Вот. Здесь много текстур выбросов, которые находятся вокруг героя нашего. Вот. Так, чтобы он никогда не увидел то, что на самом деле под ними. А на самом деле под ними... Что на самом деле под ними? Сейчас мы посмотрим. Вот. Если вот это тут убрать, тогда мы можем увидеть, что тут просто... Просто вид из дырки раздолбанного здания. Вот. Но мы поставим обратно на Alpha Inverted Matte, чтобы он видел то, что ему стоит видеть. Вот. Если мы поднимемся на уровень выше, тут все гораздо проще. Тут всего лишь маски InVisa кровососа, то есть маски его входа в невидимость и выхода из невидимости. Вот. Вот он тут, по-моему, вот здесь вот. Когда он первый раз появляется. Вот. Герой наш труханул и побежал к окнам за ним. И тогда он появляется последний раз, когда мы его видим уже на финальной карточке видео. Вот. Вот он. Красавчик. Правда ли? И в конце композиция сведена в одну, где наложен эффект Twitch, эффект от VideoCupilot, с помощью которого можно составить такие интересные искажения. В данном случае глюки камеры. Вот. То есть он там показывал это в одном из своих уроков. Я не буду это рассказывать, как и все, что не стоит рассказывать, так как все вы уже, наверное, либо знаете, либо можете найти. Спасибо за просмотр. С вами был Кирилл Плешаков. Я очень надеюсь, что вам понравилось, потому что мы тратим на это, как вы видите, очень много времени и сил. Все для вас. Спасибо. О, и чуть не забыл. Вот этот вот чувак, это тот, кто написал все гитарные рифы. Его зовут Никита Глушенков. И электронную музыку написал Макс Матвеев, который писал музыку для «Застрял в восьми битах». Огромное спасибо этим ребятам. Без них я бы делал это видео раза полтора дольше, наверное. Спасибо им огромное, что они делают за меня быстрее то, что я бы сделал за две недели. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok